ВЕГАС КВАДРОН В самых разных коллективах Даже некоторые их члены играли в одной команде Бебе играл в прошлом сезоне вместе с Докси и Вайлдхартом Да, но и сейчас они хейтят друг друга Теперь они больше не друзья Да Ну и посмотрим Появление Докси Это может быть очень важный элемент для Веги Сквадрон Это может быть плохим решением Которое совсем команду не в ту сторону отправит Потому что я не уверен, что Докси Это долгосрочное решение для Веги И опять-таки, если Докси Уйдет в какую-то европейскую команду И они с ним только наиграют какую-то синергию И они потеряют его Не знаю, это опасное решение Тем не менее, Докси Это было очень выгодное приобретение в прошлом сезоне Когда команда Карп и Диэм играла Он очень много давал влияния на игру Именно своими действиями Это было очень важно То есть Докси это тот игрок Который, если выигрывает линию Он может сделать действительно многое в игре И возможно для Веги Сквадрон Именно такой игрок сейчас и нужен Потому что постоянные игры нон-холли на Шене Перестали работать Перестали работать Да, ну и давайте знакомимся с составами команд Начнем мы, конечно же, с команды Вега Сквадрон Рафаэль Докси на топе В лесу Занзара На миде дробовик 1-2-3 Стрелок Таурен Поддержка Вайлдхарт Их тренер Алексей Шарк-Сторонда Ну и играют они против команды Торнадо Рокс На верхней линии играет Фарис В лесу Димашкин На мидлейне Бебе На Адекере Старскрим На поддержке Арфан Ну и их тренером является Матеуш Китс Тамчак Мне нравится, что у Арфана наконец-то появилась фотография Он на ней очень суровый такой Он похож на более взрослого Докси, если честно Просто бородатый Докси Но может быть, может быть Есть какая-то схожесть Отлично Больше легионеров Богу легионеров Посмотрим, как они себя проявят на ЛЦЛ Я никогда ничего против легионеров не имел Потому что они заставляют СНГ игроков Тренироваться более активно Да, потому что первоначально они начали браться Просто по той причине Что им не могли оказать какого-то вообще контрплея Ну и на данный момент СНГ это единственный регион Где легионеры не могут стать Соответственно, игроками в регионе Потому что, собственно, нет как такового Лана И там в других регионах Допустим, если легионер играет там, по-моему, на протяжении Полутора или двух лет Двух, по-моему, да, лет Он становится членом данного региона И перестает считаться как легионер Таким образом, допустим, спустя два года Ты можешь, ну там, получается Четыре года, короче говоря, тебе нужно Чтобы собрать команду из пяти корейцев Как вариант То есть обузить такое сложно Хотя, если посмотреть сейчас на американский ЛЦС Там вообще Ну там просто, там немного другая ситуация Там очень много игроков было, которые уже То есть она и была первым регионом Который из других регионов начал игроков брать Да, и за долгое время Они были изначально То есть если ты был изначально в регионе Ты не считаешься как легионер Потому что была полноценная китайская команда Илон Кюни Дисквалифицировать же ее Потому что правила изменились То есть Но при этом От всяких там Массовых интервенций Пяти корейских игроков в Америку Или что-то в этом роде Регионы были обезопасны Все-таки региональные соревнования На то и региональные Они должны развивать уровень игры Именно региона В своем регионе Да, и для своих игроков в первую очередь А как раз таки легионеры должны Просто как-то Увеличивать силу этого региона Да Или отдельных взятых команд Ну и давайте переходить постепенно К драфту матча Посмотрим, кто у нас окажется сильнее Но перед тем, как мы перейдем к драфту Мы поговорили с бывшим напарником Старскрима С его очень долгим другом Ракса Который благодаря Никсару попал на СНГ сцену И даже выучил русский язык Давайте узнаем, что же рассказал Ракса О своем бывшем стрелке Ну я играю уже в СНГ Четвертый сезон Уже год Если мои команды были русские Они В них игроки говорили по-русски И я научил себя очень много слов Я думаю, что ЭКД очень хороший ADK Его механика есть очень сильная Нам нужно просто Поиграть Чуть-чуть солок Чтобы знать, как играть в месте Русский тоже очень похоже на Польский И очень много слов это самое Ну я очень скучаю по Никсару Мы очень хорошие другие Мы хотели сделать все, чтобы играть в одной команде В этом сезоне Ну когда мы играли против Рокса Я волновался, потому что я хотел показать Что я лучше чем Арфан Ну когда мы играли против Рокса Там играл Сейс Я не мог показать tego Но я был очень рад, что мы могли выиграть в России в Рокс Я желаю для Никсара саму лучше Когда он играет, я болею за него Если не он, то я бы не играл в Рокс Потому что это он решил, чтобы я мог играть в Рокс И потому что я хочу сказать Земляк способен Я еще очень много говорю с Никсарем Я думаю, что в будущем мы еще будем играть вместе Но у меня немного, не чуть-чуть фанатов Так и среднем Я очень много общ... Общ... нет, все? Как? Я очень много говорю с ними Они всегда поддерживают Я надеюсь, что мы выиграем все сезон Я хочу сказать всем, кто болеет за нас огромное спасибо Простая судьба легионера в СНГ Но... Это было лучшее интервью официально, которое я видел Потому что... Рокса просто за душу взял Я думаю, сейчас, если Никсар... А если особенно еще и мама Никсара смотрела Я думаю, они просто... Расплакались Сейчас Никсар не сможет нормально, адекватно играть Хотя с такой поддержкой... Просто, ну, смотри У нас в этом сезоне уже на каждую почти позицию собиралась слеза Потому что даже на Алистара собрал как раз вчера Ликрид с Лизу Ну и теперь надо Никсару просто собрать шесть слезок и показать класс Мы готовы переходить к драфту Торнадо Рокс против Веги Сквадрон Последняя игра этой недели Там Кенч и Фиора Там Кенча все-таки не надо впускать в игру Слишком опасный этот пик И даже, наверное, при самом лучшем использовании он все равно остается эффективным В этом его сила То есть, если сравнивать его с каким-нибудь Мальфитом на верхней линии То Мальфит при потере своего ультимейта Ну, не так много вносит уже в драку А вот Там Кенч постоянно может наседать и на цели Спасать своих тиммейтов И при этом наносить целую кучу урона Вообще, ну, я обратился к твиттеру Докси Почитать его перед началом трансляции Не делайте это Тоже можете сделать В принципе, ничего плохого не случится Они общаются там с Бебе, они общаются там с Гамбит Му Бывшим Гамбит Му, нижним Рокот Му А Докси тоже пытается изучать русский язык И он пишет странные вещи про своих союзников То есть, как бы, он пишет не особо правильные, наверное, вещи про своих союзников Мне кажется, он не знает смысл слова Он хотел похвалить Вайл Харта Но получилось так, что Вайл Харт оказался не самым лучшим тиммейтом для Докси, наверное По мнению Докси, да Вообще, я помню, Докси и Бебе, они были крайне недовольны выступлением своей нижней линии На прошедших лан-финалах в Москве, которые были последние И они думали, что с другим бутлейном они могли бы выступить лучше При этом Занзару, кстати, оба хвалили Так что связка Занзара-Докси может, допустим, ганкать Бебе Чтобы воссоединиться, так сказать, старым добрым составом карпов Ну, кстати, Дробовик как раз-таки в прошлом сезоне в плей-оффах дважды переиграл Бебе После чего, конечно... Выпустили Flash of the Night Да, и игра была проиграна Тем не менее, их противостояние идет в пользу, наверное, Дробовика Кстати, погоди, получается, в рамках профессиональных лиг У Де-Ероина и Флэша 9 луст-стрик Такое случается И они могут поставить официальный антирекорд Вообще, я думаю, на всех профессиональных лигах Антихуни Рейновер Антихуни Рейновер, да, они могут сделать 0-17 в этом сезоне Кстати, у Хуни Рейновера, если не ошибаюсь, в рамках ЛЦС именно... Регулярных фаз, именно регулярок, да Регулярок сейчас идет счет 23-0 Даже 24, потому что у них... Сегодня игра же будет Не-не-не, у них был в европейском ЛЦС, у них было 19-0, там переигровочка одна была Не особо 18-0, ну ладно, тут у нас пошли уже пики Луло забирается для Веги Может быть для Докси, может быть для дробовика Торнадо Рокс, долго не думая, сразу же локинит себе ганпланка И мы увидим еще раз пиратика Кстати, а вот тут я почти что уверен, что Вега сейчас выкатит Райза Потому что я почти уверен, что Докси на нем играет и он должен показать все-таки класс на этом персонаже Ну а если что, у него все еще есть Джейс, на котором сыграно 2500 игр Че-то я забыл про Джейса, точно, точно Там и Райз особо не нужен так-то при таком исполнении, когда ты являешься мастером, ну, такого сложного чемпиона, как Джейс И можешь его действительно реализовать, он является сильным пиком Кстати, возможно, вот этот предмет Death Dance, который танец смерти, на Джейсе выглядит достаточно неплохо Просто сейчас сложно подобрать место даже для практически любого персонажа Я знаю точно, на пансионе он смотрится очень хорошо Почему? Гоша Рубчинский? Не, много физического, ну я сам проверял, много физического урона, который у тебя постоянно дает дополнительную регенерацию Это приятно, плюс предмет, который дает флотовый урон как раз Там АД, по-моему, под 75 или около того, там 70-75 Риксай для Занзары и Люциан для Таурена Пока что Вега показывает свой пик, но ничего точно не ясно для них Тут просто Вега, естественно, забирает Люцина, увидев Изреалия, потому что линия сама по себе очень сильная Сейчас Торнадо Рокс обязаны показать свою поддержку, они обязаны показать свой лес Потому что, ну, они должны оставить один из соло-линий пиков на последний раунд драфта Ну, мне, кстати, очень бы понравилось здесь, если бы Беби сейчас взял себе, допустим, Корки Это было бы интересно, да Корки Эзри или это... Хотя Алистар там Кенч в бане Так 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 А вот это интересно было бы Да нет, сомневаюсь Элиза для Димашки Что возьмет Старскрим? Поддержка какая-то должна быть Не думаю, что прям Корки сейчас нужно забирать Трандл Трандл, да, для Арфана Ну, опять-таки, можно Корки на последний пик Можно топера какого-то для Файриса Тем более, просто Беби уже играл на Корки Если у них последним пиком взлетит здесь Корки То драфт Торнадо Рокс будет очень опасным То есть он силен на всех стадиях игры Райз 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 Ты просто хочешь Райза увидеть и все А, кстати, один из главных пиков Докси все еще остается Гнар Гнар и Браум Гнар и Браум Ну, насколько здесь нужен Браум? Кстати, это дебют Гнара в этом сезоне ЛСЛ Браум, хотя нет, Браум здесь неплохой пик Так как он эффективен и против Ганпланка Также эффективен против Изреаля Он на линии против Изреаля Связка Люциан-Браум может быть очень сильной Потому что Изреалю срочно нужно спасаться Как только он получил первые пассивки Хотя Браум, конечно, был лучшим пиком просто в игре против Изреаля Когда именно превалировал Магический Изреаль, да Магический Изреаль, который использовался Слушай, а мне кажется, что здесь даже Корки не обязательно Назират может быть более выгодным пиком, например Теперь уже не обязательно Опять-таки, масса вариантов, которые можно взять Для Беби Зерат, наверное, не так хорош против Гнара С одной стороны Но у Беби он очень в хорошей форме находится Кстати, вполне может быть и трэш И просто Трандл, который пойдет стоять против Гнара Да нет Ну нет, все-таки Вот это уж совсем интересно Я не помню пока ни одной турнирной игры Беби на Викторию Ну вот, это более стандартно А, Зерат, да При этом Зерат это очень хороший пик против Лула Конечно, ну, Зерат вообще на линии очень мало проблемных каких-то матчапов Вообще, Зерат считается чуть ли не контрпиком к Лулу Потому что Лула не может подойти на то расстояние, в котором она может обмениваться уроном Там есть другой нюанс Я помню, что когда Беби брал на ланах Зерата И... кто это был? Кира, по-моему, да? Его очень сильно... нет, они не играли против Кира Они играли, они в первом раунде играли как раз против команды Карпы А, это же Карпы были, да-да-да Я думал, Беби в Роксах Так вот, Кира его тогда очень сильно на Лулу напрягал Так что тут важно просто разыграть первые несколько уровней за Лулу Вот эта возможность есть Но если здесь будет флеш-телепорт, флеш-телепорт Конечно, убивать будет намного сложнее противника Убивать сложнее здесь У Веги более такой сбалансированный, наверное, пик получается Со средней стадии игры он будет работать хорошо Но проблема в том, что у Торнадо Рокс тоже очень хороший выход в позднюю стадию игры Здесь есть и Ганплан, который просто сумасшедший чемпион в лейтгейме Так же, как и Зерат, в принципе Просто мне не нравится то, что, получается, Вега сейчас берет себе на замену другого игрока Выкатывает Гнара, который не особо нужен-то Ну, он неплохой пик, но какой функционал он здесь? Здесь функционал обычный, то что у Докси просто сыграно 2000 игр на Джесси Полторы тысячи игр на Гнаре И просто за счет того, что он играет на этом чемпионе хорошо Они попытаются это использовать Точно так же, по той же причине, Бебе играет на Зерате Ну да Хотя Зерат сейчас хороший пик При условии того, что... Сейчас вообще очень мало на миде, очень мало плохих прям пиков Которые совершенно нельзя использовать Почему Зерат вообще ушел, допустим, из меты? Почему его перестали пикать? Потому что начала появляться мета харденгейджа Жарван, Мальфит, Гнар, Жарван Жарван, Мальфин, любой сивир сетап Макай на верхней линии Это все просто убивало очень сильно Зераты И до него добегали Сейчас же драфт строится так, что Ну харденгейджа не появляется И лучший выбор это Калисто Алистар Но если ты видишь то, что Калисто в бане Или она уже в твоей команде Или Алистар в бане, вот как бы было сейчас Ну там можно добрать чем-то другим Ну а другие, другие саппорты Калисто трэш тоже Да, но они для Зерата уже намного менее опасны Потому что именно Калисто Алистар Они могут Зерата с любой дистанции доставать Самое интересное Занзара, Димашка Два кардинально разных лесника Абсолютно разных Насколько это вообще возможно То есть Димашка это игрок Который по идее идеально должен быть Именно вот антизанзарах Такой криптонит для Занзараха В том плане, что Занзарах заходит к нему в лес Димашка всегда об этом знает И мы готовы начинать матч Торнадо Рокс против Вегас Квадрон Последняя игра на сегодня Вы не хотите ее пропустить Давайте смотреть Ну а если вдруг вы ее пропустите То на сайте lolysports.ru Все записи, трансляции А также новости, статьи И результаты матчей есть Кстати говоря Там есть такая очень интересная функция Вы можете нажав на матч Который уже прошел Обнаружить там матч-хистри И посмотреть Какие были билды Какой был порядок Выбор заклинаний у персонажа И вообще прокачка Да, да, руны, мастерки То есть те вещи, которые Мы на трансляции практически Никогда не обсуждаем Но суть в том, что история матча Теперь сохраняется И для как раз таки Лиги LCL Пока что Мы не видим Какого-то желания Обеих команд свапать Кстати, мне кажется Не смогли здесь просто Вега зайти слишком глубоко Их отрезали первоначально И они решили Что это будет слишком опасно Одна из больших проблем Гангпланка На именно верхней линии Это то, что Свап для него не так Да вообще Любая и сама линия И свап не так прост Игнар это один из тех персонажей Который очень может его поднапрячь Здесь проблема в том Что просто ранняя стадия игры У Гангпланка Реально болезненная Но все Все, что идет потом Уже хорошо для него Да А изначально он был настолько сильным То есть его вообще там На чемпионате мира буквально Один или два раза выпустили Ну и это было большой ошибкой И после этого у него по-прежнему там Да Сто процентный банк и крейт Но Смысл в том, что Тогда он был хорош даже на линии Ну потому что С тех времен Был еще и нерв к нему Да и не один по-моему Ну и здесь свапа никакого нет Кстати, помимо этого Когда ты говорил про Занзару Стоит отметить, что в прошлой игре Допустим Когда играла Вега Сквадрон Ту игру, которую они проиграли Против Занзары свапнули Ну точнее против Веги свапнули И Занзара на свапе тоже Не умеет играть так Как он привык играть И это тоже является Хорошим контрплеем В матчах против Веги На ботеракции быстрее взяли второй уровень Это очень важно Потому что не проиграли линию Раньше времени Кстати, а вот Дрововик очень хорошо А Дрововик с Игнатом Мы видели телепорт Он сменил его в последние минуты На воспаление И явно хочет убивать здесь И напрягать, бебе Посмотрим, получится или нет В любом случае Главное для такого Зерата Именно не умирать То есть он может очень сильно проседать Но он всегда может вернуться с телепорта И, наверное, это была одна из тех причин По которым, ну В какой-то момент все стали играть с телепортом Потому что все Ему просто в ранней стадии игры Тоже не надо проседать Так как потом он При получении определенных предметов Начинает запушивать линию очень быстро Ему даже не надо подставляться Поэтому Пик Зерата является сильным Когда у врага отсутствует Какая-то Такая тяжелая инициация Занзара Димашку нашел Немножко Харасили друг друга А дробовик По фарму идет очень ровно Дело в том, что Бебе На его комфортных пиках Переиграть на линии Невероятно сложно И когда Бебе находится в хорошей форме А это Ну, в принципе, сейчас Он действительно Неплохую форму Калцелу набрал Заходит Занзара на бот Здесь драка По Старскриму вливают Все это минус Эзриэль должен быть, конечно Первую кровь забирает Таурен И Отличный ганг От Занзары Странно, почему здесь Так глубоко находились Роксы Потому что Первоначально Димашки контролировал Занзару Он видел то, что тот делает краба на реке Димашка хочет зайти сейчас на дробовика У дробовика есть флэш Дробовик стоит осторожно И Да, вот он Сколько он попадает Кстати, там по дробовику Но, тем не менее Ой, очень много урона Дробовик догорит или нет? Не догорит, печенька спасает Печенька была сделана вовремя, съедена Но при этом не потратив ничего Да, очень хороший ганг получился Димашке Мне казалось, из-за того, что Очень глубоко делали все это Роксы Это окупило себя Тем более, что У дробовика-то телепорта нет Да, и сейчас ему придется потерять немножко фарма Немножко Действительно немножко Потому что у меня есть тележка Дробовик уже сюда бежит Ну, Фариса здесь, конечно Не самые пока что приятные времена Роксы Очень агрессивно привык играть на линии И если Ой-ой-ой Грязь Какая грязь от Занзары Он опять заходит на бот Вот уж привычные просто Эти Способы поведения Занзары Это может быть просто Второй раз убийство Старскрима Какой ужас Этого из Реали просто превратили в миньончика А вот здесь не хватает именно подготовки к матчу у команды Торнадо Роксы И стоило Знать, как, во-первых, играет Занзара То есть Ранняя стадия игры То есть Это не тот момент, когда Начинает хорошо обварживать Димашки И, во-вторых Все-таки Я до сих пор считаю, что против Занзары, играя Ты вынужден свапать Просто, чтобы Ну, убрать вот эту Возможность того, что Вега засноуболится очень сильно в ранней игре Интервью посмотрел? Галочка 0.20 счет, галочка К плюс собрал Галочка Все правильно сделал Ну, интервью было классное И Сами мы видели первый сезон Рокса Когда он был на лан-финалах Когда он абсолютно не говорил еще по-русски И он такой очень Ну, он так Он какие-то слова отдельные знал Все, конечно, как-то всегда начиналось там Не совсем цензурных слов Привет, пока, да Да, да Ну, плюс Очень многие польские слова, на самом деле, похожи на Какие-то слова другие из славянских языков Занзару здесь Нет, не получается у него зацепить Да, даже если бы зацепил Димашке оставался флэш Беби был рядом И у Беби был шестой уровень Слишком опасно было здесь разыгрывать Мне не очень нравится то, что после двух убийств Таурьян так и не сделал возвращение на базу И у него все еще Только клинок до раны И Старскрим продолжает стоять достаточно на базу Да, и В дальнейшем просто Старскрим сможет получить преимущество Ну, как, не преимущество, но Проседание будет не таким явным Хотя пятый уровень против третьего Теперь против четвертого У Арфана все еще есть флэш Его тратить не придется Занзара снова бежит в нижнюю часть карты И там по Беби хотят сыграть Выходит сейчас Рексай на мид И подбрасывает Зерата У Зерата флэш уже потрачен Трабовик ультует Рексай Но надо разворачиваться Димашки страхуют Беби Ну так просто Роксы не отпускают Тут столько контроля заходит от Элизы и Зерата И при этом под ультимейтом Лолу Занзару здесь не пробить Остается на фулл хп Занзара должен найти красный тотем Но похоже, что он никому ничего не должен И сейчас в этот раз он заходит по Вижену Да, в этот раз На дайв хотят заходить Сейчас Вега, правда Очень грязно Опасно в первую очередь И идет сразу же Игнайт И Старскрим Ну и ульта, ульта нет Да, слишком поздно И Занзара, правда, может умереть По Арфану играть будет сложно Сюда подходит Элиза Докси может встрять Он седьмого уровня Зерат сюда уже идет Отфлэшивается Докси Пошел острел Люцина Докси забирает Арфан А вот она типичная овер-агрессия команды Вега Очень жадный дайв При этом повезло здесь Роксам Потому что мне показалось Фарис очень поздно использовал свой ультимейт И будь он пораньше Может быть все прошло иначе Ну здесь Телепорт Докси был абсолютно ненужным Потому что он ничего не изменил И мне кажется, что просто Таурен не мог урона нанести нормального У него не было бэка И у него не было самонеров Это Люцина с клинком Дорана И все, это слишком мало Ну тут еще Кокон еще одного Еще одного, да, от башни Очень хорошо сыграл Димашки И на краешке достал Докси За счет чего Роксы вернулись по золоту И не так сильно сейчас проседают Суть в том, что да У Таурена было преимущество по опыту По уровню Но даже с такой-то Итемизацией Старскрим Не особо проседал То есть Реализации по золоту Вега Сквадро на этом дайве Никакого не было И они просто слегка Отпустили Они отпустили топ Потому что Гангпланк теперь 1-0-1 И это самая сложная фаза игры Уже, считай, для него прошла Вот, правда, у Старскрима Пятый уровень И 0-3-1 счет Все совсем тяжело пока что И очень мало миньонов Он не скоро выйдет еще на перчатку Ну и Дробовик пока что Беби 1 на 1 Тоже особо поднапрячь не может Но фармит зато здорово А Занзара продолжает свои постоянные ганки И они находят свои цели Это самое важное для команды Вега Сквадро Просто Это проблема, когда Ты не знаешь, плюс тебе получится Или в ганг от лесника Или в минус И Димашка просто Как раз в этом матчапе Он просто фармит лес И он таким образом Выводит свою команду в плюс Потому что Сейчас один ганг Занзары был отличный Второй был неудачный И в итоге Они сводят друг друга на ноль А Димашка продолжает фармить И сейчас на топе может быть 2 на 2 Гангпланк уже очень силен Он у него в плюс шин Да, и Докси тот игрок Который привык подставляться Ну, он сейчас подставляет Потому что его страхует Занзара Так-то сейчас Докси идет Свой тотем поставить Ну, находит вражеский тотем Его должен он забирать Здесь неподалеку находится Димашке Но агрессии никакой не идет Димашке просто собирается Зайти с линии И сделать ганг именно оттуда Ну, мне кажется, это плохая идея Слишком много времени инвестирует Время здесь, да Мне тоже кажется То, что время он тратит И преимущество, которое у него было Первоначально над Занзарой Оно просто уменьшается Ну, там разница все равно неплохая Но Димашке настойчивый Ну, кстати, он в каждой игре Файриса страхует очень сильно И у Докси сейчас нет флэша У Файриса флэш есть Есть и ульт И Димашке очень хочет этого Гнара Гнара подставляет Упс Бывает Увы Сейчас Лорд Зак Я думаю, где-то улыбнулся Глядя на этот ганг Почему? Ну, Грейвс Его вчерашний Не, мне Не Грейвс Мне больше вспоминается С одной стороны У Лорд Зака, да Был момент с Грейвсом С другой стороны В матче в Эвиктис Когда Симфони Ганкал Помнишь, как он Пришел на ганг И на туннеле ушел А, да Да, такое тоже бывало Здесь опять на дайв Вега Хотела зайти Но, кстати А почему передумал Мы отступили Вега уже первоначально И Без миньонов находились Подходит Лула Пытается Занзарас играть Отличная сейчас была Глыба от Арфана Сюда стягивается Еще дробовик Но он абсолютно Здесь не нужен Тем временем Роксы собираются Продавить просто Центральную линию Ну и Размен один в один По башням Тут ничего такого Сверхъестественного Да вряд ли Один на один будет Не успевают По-моему Они забрать Может быть Вышку Просто и по ним Выпускаются Призраки Да, да Роксы настойчиво Настойчиво Хотят забрать Все-таки вышку Максимально сильно Ее пробили Ну там совсем Чуть-чуть времени Не хватило Пытается закрыть Сейчас Докси И играют по Бебе Его подбрасывают Полетит Да, ульта Гангфланка уже идет Арфан подходит Ультует по Занзаре И идет ульта Зерата Занзара сильно просел Но Димашки его Долго пытается добить Наконец-то добивает И умирает за это сам Размен один в один И лесники здесь Просто Разменялись Своими смертями При этом Опять-таки Гангфланк получил Еще одно содействие Ну я знаю, кто рад Всему этому происходящему Это точно Старскрим Который наконец-таки Может спокойно Постоять на линии И подобивать миньончиков Занзара Подставился Бебе не особо Удачно ультанул Из-за чего Димашка Вынужден был приземлиться Слишком Мне кажется Просто Вега не ожидала Что сюда Подойдут все со стороны Роксов Кроме Старскрима Ну а Старскрим Пока никуда вообще Не подключится Конечно У Таурена Похититель сущности Там только шины капли Это слишком разное Разница по фарму вдвое Разница по уровню тоже есть И это неприятно Файрис С Вайлдхартом разменяться Сюда явно кто-то подходит Вега должна это читать Должны это понимать Их сейчас могут здесь закрыть И это проблема У Гнара есть телепорт Бебе уже заходит Играют по Вайлдхарту Кокон Димашки мимо Ну и Бебе не продолжает Хотя можно было попытаться Там были самонеры Скорее проблема была в том Что у них не было информации Насчет того Где находится дробовик И где находится Занзара Если бы закрыли Бебе То это была бы проблема Да Тем более то что у него Не было уже Своих заклинаний Ну и проблема Старскрима в том Что он никак не задуэлит Докси И более того От этого Гнара Он не особо и убежит Все-таки с Фейджем Этот Гнар бегает быстро И один флэш Для старскрима Тратить просто так За там пару крипов Не стоит Ну у Фариса Тем временем появляется Уже тройственный союз Рано 13-20 Достаточно рано Это сказывается то что Сама линия фазы Ну ранняя фаза Для него была простой В принципе Давление лесников никаких Не создавалось На топ И он выформил Свой Простанный союз При этом Получил За счет своего ультимейта Килл и ассист На нижней линии За синий баф Пытается сражаться сейчас Вега И Лиза его крадет Отлично сыграл Димашка Мне кажется Это не так принципиально Здесь важно Что именно Бебе Не получил его Да Просто Когда вега На такие риски Идет Заходя во вражеский лес И ничего не забирает Все-таки тоже Их могли и закрыть Оба мидера Кстати на низком фарме Много экшена происходит Ооо Бедный старскрим Тауриан сейчас Конечно очень Легко может Против него размениваться Зиму на вкус Трандл попробовать не прочь Закрывает У Брауман поддержки Какой-то за спиной Немного Сюда подходят Димашки Кокон мимо Слишком быстрый Саппорт У которого есть Уже ботинки Сейчас смаякует Бебе Что На миде пропал оппонент Да конечно Старскрим против Люци Она на линии Сейчас уже ничего Не может сделать Слишком плохо Для него Почему-то ничего Не дает Там Вайлдхард Один с двоих Дерется Боится подставиться Видимо Стрелок Веге Разница по золоту Несущественна Точнее Она практически Отсутствует Ну и Вега продолжает Давить Хотят забрать Т1 вышку На верхней линии Димашки Гуляет Минус Т1 На топе Полторы тысячи В пользу Веге На боте Файрис Пытается Докс Убить Это очень плохая идея Шансов здесь против Такого Гнара У Гангпланка Сейчас нет Был бы у Докси Флэш Был бы мертвый пират Сюда передвигается Сейчас Бебе И Бебе будет Пытаться добить Докси У Докси Нет Нет флэша А тем временем Стревает Элиза Димашку могут забрать Выпрыгивать ему Просто некуда Ииии Трандл его не спасет На боте Гнара Все-таки Зерат забрал Тем временем Подставляется Трандл Очень много Экшена На один в один Размены В разных частях Карты Приятное убийство Для Бебе Но Димашки Здесь подставился Просто Бебе Он очень опытный И очень умный Игрок И Вега Допускает Такое обычное Количество ошибок Что для Зерата Не проблема Эти ошибки Потом На поздней стадии Игры Заобузить И время работает Совершенно не в пользу Веге У них неплохой Для Лейта Сетап Там есть Лулу Есть Люцен Но у противника Зерата У противника Гангпланку У противника Рано или поздно Скорее очень поздно Изреально берет Свои предметы Ну а тем временем Старскрим Все пытается Получить Где-то Фарм У него Перчаточка Все плохо Ну хоть башни Сейчас команда Начнет забирать Все-таки по башням Положение 2-0 было Да И это первая вышка Которая падает В пользу Роксов Как говорится У каждого из нас Бывает такая игра Как была у Старскрима Которая все еще идет У Старскрима Ну да Никто не знает Каким счетом Он ее закончит Тем не менее Команда создает Для него пространство Чтобы он мог Просто получить Свои предметы И его никто Не трогает В этот момент Ну и от него В этой игре Не требуются Какие-то невероятные Там Уроны Или что-то в этом роде Он не должен убить всех Он должен помогать Своему Зерату И Гонфланку Всех убивать В принципе Здесь хорошо то Что у Роксов Такой Сетап Получается Что не так многое Зависит Фарис Кстати Таурен То есть он Он сможет Подрезать Он продолжает Оставаться Одним из самых опасных Персонажей На верхней линии Ну поэтому Долгое время Существовала Такая связка Как Гнарван Да Конечно С такими Наборами чемпионов С обеих сторон Эта игра Не обязана быть Слишком быстро И динамичной Потому что И у той И у другой команды Есть чем Отпушивать Волны миньонов И чем бороться Друг против друга Это тоже очень важно То есть Когда все дойдет До командных сражений Нельзя с точностью И уверенностью сказать Что Роксы будут Просто намного сильнее За счет того Что у них есть Зерат Который может Очень сильно Там еще и Люден Пробить своих оппонентов Да До того Как наступит Командное сражение Либо же Гонпланк Потому что Гонпланк Всегда может Своими бочками промазать Он может подставиться Его могут быстро убить И Все это Может провернуться По разному Конечно Пока Беби Купается в золоте Выбирает Что ему купить Люден или Рободон Пока у Гонпланка Там 7600 золота Старскрим Я хочу просто Мономун Дайте мне купить Мой Мономун Хотя бы один предметик Не, ну перчатка Ну перчатка Да, у него уже есть Но с другой стороны Насколько Одна перчатка Хороша к 21 минуте Да И все привыкли Что на 20 минуте Уже Мономун Начинает стакаться И Ну там Стаков на капле Будет много В любом случае Потому что Старскрим купил ее Сразу же после первой смерти Своей То есть Минуте на шестой Проблемка в том Что Даже когда он Соберет эти два предмета Это слишком поздно Будет уже Когда у тебя серый экран Не так просто К плюс так Есть такие случаи Есть Ну и Вега Идет по Т1 Ну кстати Торнадо Рокс Очень умно поступает То что Не бросают Так много сил На Именно Отбивание С Оппонента Своего Так как Здесь получается Что все это время Фарис Фармит Старскрим Фармит И Получает свое Необходимое золото Пока Зерат максимально Выгодно Для себя Сдерживает Оппонента Против Роксов Командам В которых есть Импульсивные Взрывные игроки Мне кажется Играть крайне сложно Потому что Они очень медленно Очень ритмично Развивают свою игру Знают что им нужно Знают хорошо Очень среднюю Позднюю фазу игры Но при этом Я думаю Занзара Сейчас просто Ему не терпится Устроить какой-нибудь Экшен Какой-нибудь файт Сделать счет На карте Там 25 на 24 А не 5 на 4 А ему приходится Просто Лес вычищать В очередной раз Санитар леса Занзара Мне кажется Если бы Занзара знал Как будут Проходить матчи Против Команды Торнадо Рокс То он вполне Был бы согласен Поиграть В какую-нибудь Другую Пве игру Ну да Ну и пока что Рик Сай Переходит прижим Сплит Пуша Остальная команда Ну переходит у нас Игра В стадию Позиционной Именно По-моему Она так какое Стало уже Минут 10 назад Да Первоначально Наверное Вега поторопилась С тем что Они забрали Так рано Вышку на нижней линии И вообще Слишком много башен Вначале забрали Из-за чего Сейчас им негде Дайвить Им негде Как раз проявить Свои Магические способности По погружению Поглубже Но это кстати Проблема Именно уже Веги Потому что С потери Вышек И Старскрим С учетом того Что Старскрим Так сильно выпал Из игры При этом Ганпланк не является Ого Не являлся в тот момент Еще настолько Сильным чемпионом Вега так и не смогла Найти Возможности Для себя Где Можно Ну надавить Так сильно Тот случай Когда Тауренд Прополкал Бебе Самое неболое Дзират без телепорта Придется терять Т1 И До дракона Остается одна минута Веги идти дальше На башне Т2 Пока что рано Они вычищают Весь вражеский лес Больше проблемой является То что Зират даже Был без маны Глядя вот на эту игру Старскрима Я прям Старые добрые времена Генжи вспоминаю Когда у гамбитов Все плохо Генжи 0.3 Генжи идет на топ И там он Находится Пока не нафармят Свои предметы Это правильно Чтобы потом Прийти в драку И всех убить Да Правда Обычно Где-то я это видел И на СНГ сцене Было дело По Вайлдхарту Играет Ульты Изрело Проходят мимо Вайлдхарт Выживает До дракона 30 секунд Позиционирует Себя Вега Около него У Старскрима Кстати уже есть Муромана Да Да я же говорю Да При том что У него все плохо Но Эти два предмета У него появились нормально По таймингу Но Важно то что Просто у Люциана Все намного лучше Хотя В процентном соотношении Там Когда у Люциана 60 фарм А у Изреали 20 Или у Люциана 200 фарм А у Изреали 160 Конечно сейчас Все намного лучше Мне кажется В тот момент Как у Беби Появится второй предмет Как второй предмет Появится у Париса Серьезный Рокс Там надо идти давить Потому что Ответа на это Со стороны Веги Не будет Не Если я правильно помню Философику команды Торнадо Рокс Давить Вот прям Нужно никогда Можно Нужно никогда Можно Можно Нужно Это разные вещи Торнадо Рокс Никогда не берут Те риски В которых Они на 100% Не уверены И даже те В которых там 90% команд Будут уверены на 100% Торнадо Рокс Наверное Поэтому Наверное Поэтому Каждую игру Торнадо Рокс Где они играют Инициативно Мы так хайпим И думаем Что это лучшая игра Ждем И это Как обычно Это называется Новая эра Роксов Посмотрите Как они выиграли Этот матч За 25 минут А погодите Это был Тим Дифференшал Давайте не будем Спешить Новыми Но Ничего Все еще впереди У всех все впереди Да И у Дифференшалов Будет время Чтобы Вернуться в сезон А я думал Про Роксов Не Ну и про Роксов И про Дифференшалов Я бы не хотел Чтобы все заканчивалось Так просто Для Диффов Конечно Сейчас их основная И вообще единственная задача Которая может быть Это остаться в сезоне Речи там О каких-то плей-оффах Уже точно не может быть Я думаю Там даже Математические вероятности Еще через 2-3 недели Пропадут Что Диффов В плей-оффы Могут попасть Пока что Конечно они есть То есть там Все проигрывают Диффы все выигрывают Конец сезона Со счетом 8-6 Но Звучит неплохо Звучит Просто прекрасно Как говорил Flash of the Night В своем интервью Если вы еще не являетесь Фанатами команды Тим Дифференшал То после этого Вы точно Ими станете Не, ну вообще Когда Ашеры приезжали Помнишь То ставлю и руины На вторые ланы И там Танец Не, не про танец Больше про то Что в них особо Мало кто верил Скажем так И фаворитами считались Другие команды Как раз Роксы Не знаю Я сразу сказал Не, ну понятно Просто если ты Действительно бы сразу сказал Они в четвертое место Заняли Потому что Те команды На которые ты ставишь Не выигрывают Никогда А вот Димашке Эту дуэль Может вполне таки Себе выиграть Правда Подходит Лулу на подстраховку Сейчас Димашка Уже в проблемках Докси забирают И как-то здесь Подставляются Вега слишком сильно А Докси решил Точнее Беби решил Литовать в Лулу Плохо, что здесь нет вышки А, нет Здесь есть вышка Это отлично Почему на 24-й минуте До сих пор Стоит вышка Потому что Эту линию Пушил Эзриэль Я напоминаю Солидные предметы Для пуша Были Ракси сейчас вырываются Хорошо Вперед по инициативе Но не по золоту По золоту Все еще Ровненько Да Появляется у Гнара Замороженный молот Ну и это Тот старый Гнар Который будет Просто бесконечно Сплепушить И Напрягать Оппонента Тем что Нельзя будет Пойти Допустим Создать давление По нескольким линиям Знаешь я вот сомневаюсь Глядя на предметы Гангпланка и Гнара Сейчас У меня есть ощущение Что Эй Гангпланк Я иду сплепушить Получи одну бочку Гнара И отправляйся на базу Потому что Там никакой брони Вообще нет Гнар только подставляется Сразу же поверх этого Идет ульта У Докси еще Сейчас не будет Полышаться С такой атомизацией Кстати Гнар еще Должен побеждать Гангпланк По идее Ну на долгом То есть если Эта драка будет долгой И если Гангпланк все сделает Правильную То есть уже сейчас Шансы А дальше там Совсем все плохо Это то же самое Как и касается Азира Почему я люблю Азира Потому что Если Азир всегда Все делает правильно Ему Контрплея вообще Нет никакого Не знаю Мне кажется Гарри Поттер и Азир Это две темы Без которых Ни одна транслира Сел обойтись Не может Ну и тем временем Кстати Димашки Несколько игр Уже сыграл Через Испепелитель весу Теперь он играет Через руническое эхо Ну а Старскрим По-моему Почувствовал силушку После того Как получил Первое убийство Для себя Кстати у него Все неплохо То есть сказать Что он прям Намного меньше Ура Он уже полностью Вернулся в игру У него и с башен Золото привалило И так Если он соберет Боттер То такая Этомизация у Бульбазавра Напомню Была В прошлой игре Ну точнее В позапрошлой игре На 37-ой минуте Ну правда Сейчас все таки От Сабли Тюремных вод До как раз Боттерка Достаточно долго Но И у Старскрима Не так много фарма Сейчас приходит Потому что Ему старается Команда по возможности Отдавать Но она не может Отдавать ему все Там Очень интересный Билд у Арфана Мне он категорически Не нравится Потому что Вместо того Чтобы собрать Один полезный предмет Ты собираешь Очень-очень-очень Много бесполезных Ну а Вега все еще Пытается продавить Линию На которой Стоит Зират Это очень Сложно Реализовать И они Должны Это Понимать Да Теперь сюда Еще присоединяется Изреаль За счет чего Будет Много Ответного Урона Ну да Кстати Беби Выбрал Именно ту Итемизацию С которой он Может Долго И упорно Отпушивать Эти линии Во-первых Отпушивать Линии Во-вторых На Шести Предметах У него Будет Запредельное Количество АП Таурен тут Не стал думать Сразу Прожал КСС Но Ультимейт Ганпланка Был лишним Да Не такой уж Большой Сейчас Не такая Большая Перезарядка Там По-моему Сорокопроцентный Есть уже Сюда Яру Пайрис По-моему Даже Оверкап Небольшой Нет Тринити Плюс Похититель Сущности Плюс Плотитки Ну Может В любом Случа Это не важно Сейчас Докси Будут Пытаться Ловить Сюда Приходит Димашки Докси По-моему Решает Олл-ин Принимать Думает Что он Сможет Такое Выиграть А Ждал Мега Форму При этом Этот джентльмен Гнар Тоже остается Без ультимейта У гангпланка Ульт Откатится Раньше Занзара Забирает Грампа Димашки Не смог Да? Неплохой Отстрел От Таурена Ну И приоритет Сейчас Вега По-моему Начинает Ставить Себе Дракону Это Кстати Выгодно Делать Против Команды Торнадо Рокс Который Почти Всегда пытается Искусственно Затянуть Игру Так как Часто Пикает Композиции Которые Слишком Сильно Скейлятся В поздной Стадии Игры Я бы не сказал Что драконы В этой игре Ну Понятно Что против Проксов Я всегда Когда это Говорю Все дело Доходит До пяти Драконов Но просто Важно То что Слишком Рано Драка Может начаться Вайлдхарт Подставляется Неплохо Так Ульдерата Пошел По кому Попадет Ульта Я зрело Добивает Вайлдхарта Вместе с Файрисом Старскрим Это делают Кокон Димашки Опять мимо Докси Сверху Наш выривает Свои глыбы И Вега Отступает Роксы Правда Теряют Своего лесника Минус Димашки Очень медленная Драка С разворотами Файрис Промахивается По бочке Ну и размин Один в один Долгий Долгий Дробовик играет Слыша по Старскриму Может забрать Догорит или нет Догорает Старскрим Очень красиво Сыграл сейчас Евгений Белоусов Классно Классно Действительно Сыграл Лулу В конце И это возможно Позволит Еще что-то Забрать Для Вега А слушай Ну тут запасом Даже Вега Выиграл Драку Там Дробовик Даже Бешеный Рост Не потратил Свой Вообще Дробовик 4-0 Тоже Ну по-моему Мы просто Не ожидали здесь То что Вайлдхар Так умрет Бочки не увидели Здесь одновременно И бочка прилетела Ну точнее Он не от бочки Он умер Он умер от ультимейта Ганплан Там прилетел Именно урон От Зерата И в дальнейшем Там кстати Тем временем Барона 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 Делает сейчас Ребята из Веги Барон сильно просил Кто его заберет Забирает в итоге Рик Сай Внезапный разворот Несколько Очень больших пачек Сейчас идет в сторону Команда Вега Их надо обязательно Отпушивать Ну кстати То что сейчас Они их заберут После Барона Это даст Урена И 2100 Золото у Люциона На боте Гнар тоже подберет Там Хорошую пачку И вот момент Для Веги Чтобы продавить Зерата Потому что Против супер миньонов Ну точнее Против Барон миньонов Зерату жить непросто И в такие моменты Ты начинаешь жалеть То что вовремя Не забрал Т1 вышку Потому что В дальнейшем Вега будет Пассивно запушивать Одну из линий Даже без участия команды Да Рик Сай Начинает покупать себе Уже агрессивные предметы Здесь Занзара Чувствует силу Он понимает Что он очень расфармленный И вообще Лейтовая Рик Сай Как боец Вот именно Не просто там Как универсальный Со всех сторон лесник А именно Как фронтлейнер Как брузер Она очень опасна И может быть Намного сильнее Чем Элиза Потому что Элиза Зависит напрямую От попадания к оконами То есть она может Цель просадить От фулл хп до нуля Но при этом Рик Сай Даже ничем попадать Не нужно Она если доберется До Зерата Или до Эзриэля Им будет больно У Димашки Кстати пока что Игра Почти не складывается Можно так считать Потому что Несколько раз Он уже в драках Пытался Сыграть со своего флэша Но у него Не удавалось Зацепить И вообще Куконы в этой игре Очень мимо идут И Вега Подходит С2 Валдхард Ставит свой щит Докси Продавил уже Нижнюю линию И сейчас пойдет На Т3 У него мега форму Он очень быстро Заберет эту пачку Очень хороший 1-3-1 Делаю здесь Вега Потому что Рикса действительно Создает то давление Которое так необходимо А вот кстати Лиза Должна не справиться С тем чтобы Как-то отбить Гнара Правда Таурент потерял Слишком много здоровья Сейчас от ульта Беби Таурент конечно не умрет Но вынужден играть Очень осторожно Нужно пойти Отхилиться От лесных клипов Файриса Играет Занзар Но нет Нет Сейчас такого гангпланка 17 уровня Это и так неплохо Потому что Занзар Все-таки лесник Против гангпланка У которого 300 крипов У которого есть 4 слота И Занзар Очень хорошие трейды провел Вообще Вега Прекрасно сейчас После Забранного барона Начинает По всем фронтам Выигрывает ситуацию Открывается второе Дыхание у акул И при счете 7-6 Они Просто дают Ой Старскрим подставляется Правда И Таурент здесь тоже В проблемках Старскрим На боте выжил Купили себе Новые жабры Просто Вот и новое Дыхание у них Второе Будут ли сейчас Вега отступать Барон Барон баф Скоро закончится И надо Перегруппироваться Вообще Странно Занзара Наверное Должен играть На Риксай Исключительно В скине Который Это Водяная Риксай Она В форме акулы Идет И там еще Звук Вот этот классный Это просто запрещено У них Потому что Это Прерогатива тренера Да Что Шаркс Очень долго ждал Выхода этого скина Может быть Мне просто Больше всего В нем нравится Звук Когда она Идет Вот этот звук Акул Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Да-да-да Тун-тун-тун-тун-тун Надо просто Туман войны Включать Только Вижен От одной Риксай И Приблизив Максимально К ней Смотреть Куда она Идет Просто Всю Игрю Смотреть Только За Риксай Да По Боты Сейчас Идут Веги Ну Кстати Говоря Появляется У Старскрема Конечно Клинок Но Сейчас ему уже нужно пробивание брони Там много Затанкованности у Веги Докси очень быстро Связка Гнарлулу Тоже очень хорошая И Башни долго не выстоять Башня падает Вега идет дальше Старскрим пытается размениваться с Докси Беби очень сильно просил от Таурена Ультгангфланг от Таурена не просадил Неудачный абсолютно от Фариса идет Ульдзирата пошел По Вайлдхарту Мимо Неудачная идея Сюда приходит еще и Фарис Играет Занзара По Старскриму Старскрим выфлэшивается По Таурену Пытался сыграть Димашка Неудачная идея Дробовик сбоку двигается Димашка Добивает его Таурен И Вега поднимается Уже на хайграунд Пытаются забрать ингибитор Минус ингиб Да Докси прыгает вперед Его сразу же ультует Дробовик Это сторона Не надо здесь наглеть И Докси застрял В глыбе Подфлэшивается там Бебе Подфлэшивается И Дробовик Получает стан Но не умирает Супер медленные файты И Вега молодцы То что Вовремя отступает Не Не пошли дальше Не стали наглеить И жадничать Поэтому У них четвертый драк Кстати они каким-то образом Умудрились Старскриму Старскриму Будет четвертый дракон Ну в той драке Кстати Вега же ее выиграла Да Димашка умер Они забрали дракона И Два убийства сделали Старскрим в той драке Тоже умер Когда Дробовик С флэша сыграл Не получается У Файриса Те уроны выдать Которые требуются От Гангпланка На этом этапе игры Очень напоминает Игру Дифференшал Когда Хардесс Играл на Гангпланке И Он тоже Не смог реализовать Никак своего чемпиона Итомизацию Все таки Во многом связано с тем Что Гангпланку Очень круто Когда помогает В этом плане команда А здесь Торнадо Рокс Все персонажи Направлены на паук Но ловить их противника Толком-то и нечем Здесь В очередной раз Хорошая ульта От Таурена Беби теряет половину Телепорты прилетают По Занзаре Очень много урона Но он продолжает Жить под ультой Дробовика Арфан подставляется Докси прыгает вперед Ультует Димашку Ультует Арфана Никого не станет И Вега отступает Правда Арфан Слишком сильно просел И Вега может попробовать Здесь что-то придумать Не получается Пока реализовать Таурен прыгает вперед Старскрим потерял Больше половины здоровья Подставился Докси делает Таурен прыгает вперед Докси заходит за спину Есть ли там мегаформа Вот это главный вопрос Арфан долго точно не проживет Начинает настакивать Мегаформа Сейчас Докси Беби в проблемках Но вот здесь Возможность раздамаживаться Телеган фланга есть Но минус Зерат Минус Лиза И вот сейчас Вега может попробовать Закончить этот матч В свою пользу Докси гонится За Старскримом Супер миньоны Очень сильно разбивают Лицо этому Изреалю И Вега Идет к победе Наконец-то Долгожданная победа И как же здорово После Барона Заиграла Вега-Сквадрон Вега-Барон Таурена идет По Файрису Да, добивает Файриса Какая же классная игра От Таурена В этом матче была Как много он Раздамаживал Зерата И Вега-Сквадрон Заканчивает неделю Со счетом 1-1 Вега-Сквадрон